Добрый вечер! В эфире канала Россия 24, Вести Ульяновск. В студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Из чего складывается платежка в Ульяновске водоканале? Прошел урок коммунальной грамотности для старших по домам. Быть ближе к доброте возможно. Игрушки, констовары, конструкторы и большую коробку храбрости доставили в больницу детям. Широка страна моя родная. А павильона, где можно путешествовать, вдохновляться и учиться, и дне Ульяновской области на ВДНХ. В специальном репортаже Артема Петрова. В Ульяновской центральной городской клинической больнице стартовала неделя антикоррупционных инициатив. Ее проводят, чтобы сформировать у медперсонала неприятие коррупции в любых ее проявлениях. Медучреждение также должно позаботиться о том, чтобы меры по противодействию общественному злу были более открытыми. Правовая семидневка включает в себя комплекс различных мероприятий. Прежде всего, это участие врачей и медиков в антикоррупционном просвещении. Уже в первый день тематической недели здесь провели совещание по ключевым нормам законодательства. Взятка. Это статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. За это будет усмотрен штраф до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или нового расхода, осужденного за период до 5 лет. А также лишение свободы сроком за 15 лет. В рамках антикоррупционной недели в больнице будет проведена профилактическая лекция «Круглый стол». Там проанализируют проявление зон коррупционного риска учреждения, а затем разработают предложение по устранению причин их возникновения. Мы ничего не утаиваем, как говорится, ничего не скрываем. Мы, наоборот, хотим придать этой тематике внимание общественности, чтобы люди не были ограничены, не закомплексованы в этой части. Я, как руководитель, постоянно открыт, постоянно на связи и готов принять любого пациента, у которого есть какие-то вопросы. По словам Павла Фирсова, работа по упреждению коррупции проводится системно. В медучреждении функционирует отдел комплексной безопасности. В каждом отделении имеется так называемый антикоррупционный ящик. В ближайшие дни в больнице проведут конкурс детских рисунков. Его также посвятят борьбе с коррупцией. Председатели советов многоквартирных домов учат коммунальной грамотности. Те курсы запустило Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства региона. Старшие по домам изучают действующее жилищное законодательство, вопросы предоставления коммунальных услуг, взаимодействие управляющей компанией с собственниками. Очередное занятие прошло на территории Ульяновского водоканала. Опустила его и наша съемочная группа. Сколько стоит кубометр водопроводной воды и из чего складывается итоговая сумма в платежках? Благодаря курсам коммунальной грамотности старшие по домам слышат ответы от тех, кто непосредственно руководит всем процессом подачи воды в жилые дома. Наша цель – показать и рассказать старшим по домам те нюансы, о которых мало кто знает, о которых мало кто рассказывает, но которые могут сильно повлиять на их представление о коммуналке в целом и на работу водоканала в частности. Управляющим домами не только рассказывают, но и показывают мусор, который за один день вылавливают на канализационно-насосных станциях. Это салфетки нетканные, это ватные палочки, тряпки, ну то есть все то, что нельзя кидать в унитаз, что не предназначено для канализации. Но все равно там оказывается, только жители районов Тути и университет спускают в канализацию около 50 килограммов мусора в сутки. В воде он не растворяется, только забивает насосы. Об этом и говорят старшим по домам, чтобы они в свою очередь рассказали о проблеме с соседям. Крамотное взаимодействие с ними и умение помочь в спорном коммунальном вопросе всему этому тоже учат на курсах. Я научилась еще не до конца понимать, но уже кое-что читать, например, в сметной документации. И мне удалось в интересах дома отстоять из маленькой суммы в 32 тысячи, 7 тысяч, сохранить для жителей на будущей работы. В 2023 году свою квалификацию повышают 50 человек. В следующем планируют вооружить знаниями как минимум такое же количество председателей советов ульяновских многоэтажек. Гульнара Шарипова, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Раздать подарки и поднять настроение детям в больнице – коробка храбрости. Так называется традиционный благотворительный проект, который в нашем регионе реализуется уже в 14-й раз. Благое дело сортировать новенькие игрушки и концтовары, которые через пару минут разойдутся по палатам и скрасят больничные будни малышей и подростков. В основном у нас здесь настольные игры, наборы для творчества, чтобы ребятам было, чем занять свое свободное время между процедурами. Коробка храбрости. Акция традиционная. В нашем регионе проходит в 14-й раз. В течение года в специальный бокс все желающие складывают так называемые призы за смелость. Мы всегда уделяем внимание в рамках здравоохранения ребятишкам, которые находятся какое-то время на лечении в стационаре. Это позволит ребятам каким-то образом отвлечься от тех обязательных медицинских процедур, не всегда приятных. Мы люди взрослые, мы это все сами тоже проходили и что-то реха таить. Мы и болели, и боялись там уколов. Чтобы меньше думать об уколах и прочих процедурах, развлекаться и увлекаться. Дети довольны, настроение поднято. Хромастером, но я буду рисовать что угодно. Например? Например, дома, писать буду. Одна коробка, разумеется, все подарки не вмещает. Среди бонусов – конструкторы, пазлы, констовары, пластилин, журналы и даже энциклопедии по истории и географии для ребят постарше. Здесь такие положительные эмоции, которые не только скрашивают текущий момент, но они способствуют выздоровлению в том числе, потому что моральный настрой тоже имеет большое значение. Если ребенок находится в комфортных условиях, получил подарок – это всегда положительные эмоции. Любой неравнодушный, имеющий или не имеющий отношение к партии может внести свою лепту в создание детского настроения, обратившись в любое местное отделение «Единой России». Это называется забота. Ксения Грищенко, Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Зуб акулы мелового периода. Новые виды стрекоз и моль-малютка. Ульяновские ученые представили результаты своих трудов на традиционной научно-практической конференции. В числе значимых находок года раковина улитки, характерная для Индийского океана и, вероятно, попавшая к нам в результате прикрепления особи к судам. А еще девять новых видов стрекоз, ранее не зарегистрированных на территории региона. В сурском зоологическом заказнике на одном из ягодных кустов обнаружили новую для всего по Волжье моль-малютку. Яркая палеонтологическая находка – зуб акулы, которая обитала в наших краях десятки миллионов лет назад. Этот род называется птиходус. И в отличие от большинства привычных нам акул, у него зубы не конической, не острой формы, а плоской и ребристой. Это приспособление к так называемой дурафагии, то есть разжевыванию каких-то твердых предметов. Судя по всему, эта акула питалась, разгрызала раковины головоногих моллюсков, покрытых как раз твердым слоем таких моллюсков, как, например, аммониты. Причем многие находки обнаружены не профессиональными учеными, а, например, музейными работниками. Тем временем члены научного сообщества продолжают работу. Андрей Масленников уже несколько лет ведет мониторинг видов растений, которые произрастают на территории нацпарка Сенгелеевские горы. В их числе краснокнижный истот Сибирский. Наши исследования показали, что, в принципе, популяция находится в стабильном состоянии. Численность ее очень медленно, но все же постепенно растет, что говорит о том, что антропогенное влияние, которое когда-то было на эти экосистемы, сейчас стало гораздо меньше. И происходит восстановление ряда степных экосистем национального парка Сенгелеевские горы. А вот результаты мониторинга гнездовой группировки «Солнечных орлов» в Богдановском заказнике насторожили ульяновского орнитолога. Последние три года у нас наблюдаются негативные тенденции, и в этом году она еще более ухудшилась. То есть ситуация с кормовой базой стала хуже, и численность орлов и успехах отмножения сильно снизились. Если так продолжится, то, конечно, мы в целом можем потерять крупнейшую в Поволжье гнездовую группировку орлов. Находки года и работы ульяновских ученых отражены в сборнике научных трудов. Его электронную версию можно найти на сайте Краеведческого музея. «Шефская среда» под таким названием пройдет шесть увлекательных встреч шефов ресторанов нашего города и студентов техникума питания и торговли. Одна из них уже состоялась с Алексеем Бамбуровым, бренд-шефом одного из модных ресторанов Ульяновска, который специализируется на средней земноморской кухне. Бренд-шеф – это известный шеф-повар, который использует свое имя и репутацию для продвижения кулинарного бренда или ресторана. Основной темой встречи стала история успеха 29-летнего повара с 12-летним стажем. Расскажу за профессию шеф-повара, что это, потому что здесь кто-то хочет им стать, в чего ожидать. Фишечки, конечно, какие-то расскажу, но больше сегодня такая стратегическая сессия, именно знание, как к этому идти и как мы работаем с этим. То есть, наверное, больше сегодня не мастер-класс в плане приготовления блюд, а именно философия профессии. Тема встречи – треугольник шеф-повара, гости – сотрудники финансы. Студенты могли не только получить ценную информацию, но и задать свои вопросы. Кулинарные секреты здесь также будут открываться. Сейчас голод кадров, ни для кого не секрет. И мы как бы в поддержании популяризации профессии повара решили сделать эту программу, чтобы шефы поближе общались с ребятами из техникума и вообще с людьми, которым интересна кухня и интересны рестораны. Всего таких встреч с шефами ресторанов города будет шесть, но рестораторы и администрация техникума планируют их продолжить. Более того, 9 декабря на базе техникума пройдет битва ульяновских ресторанов на звание «Лучшего». Вступив в зиму, в памяти и в сердце сохраним «Краски осени». Итоги одноименного всероссийского конкурса художественного творчества подвели в Ульяновске. В этом году в нем участвовали более 250 человек, которые соперничали в 18 номинациях. В этом году в конкурсе «Краски осени» приняли участники со всей России. Это и наша Ульяновская область, и Липецк, и Жевск, Рязань, Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодар, Ямало-Ненецкий автономный округ и многие другие. То есть очень обширная такая география. А победителем все-таки стала девушка из Ульяновска. В своей взрослой категории лауреатом первой степени жюри, кстати, состоящим тоже из представителей разных городов, определена Динара Закирова. Ученица губернаторской детской школы искусств. На конкурс она подготовила натюрморт, выполненный цветными карандашами. Больше всего мне, конечно, нравится работать в графике, особенно цветным карандашом. Поэтому вот эту работу я и выполнила в цветном карандаше. Но так я люблю делать работы в акварели. Больше предпочитаю ее, чем гуашь. В художественной школе Динаре предстоит учиться еще два года. Затем свой талант она намерена применить в профессии архитектора. Будет продолжаться и конкурс «Краски осени». Его цель как раз выявление и поддержка наиболее одаренных учащихся и профессионально перспективных юных дарований в области изобразительного искусства. Молодежь за здоровый образ жизни. В стенах легкоатлетического манежа «Спартак» прошел региональный фестиваль «Готов к труду и обороне». Его участниками стали более 200 студентов из средних специальных учебных заведений области. Ребятам предложили выполнить нормативы комплекса ГТО в беге, в упражнениях на пресс, по наклонам. По словам организаторов, количество участников заметно увеличилось по сравнению с аналогичным фестивалем прошлого года. Уровень подготовки, конечно, меняется с возобновлением вообще в целом комплекса ГТО. Это может и подтвердить то, что у нас в этом году произошла смена нормативов. У нас поменялись ступени возрастные, поменялись немного нормативы. Соответственно, они увеличились немного по сложности. При этом многие участники даже не заметили изменений нормативов и успешно их выполнили. По словам организаторов, это еще одно подтверждение того, что вопреки стереотипам, среди молодого поколения немало тех, кто считает здоровый образ жизни нормой. Но заветные значки молодые спортивные ульяновцы получат после подсчета всех результатов. Таковы правила. Я думаю, они выполнимы, потому что, я думаю, не очень сложно, кто вообще просто бегает хотя бы или даже занимается немножко спортом и их вообще реально выполнить. Потому что, я думаю, тут не такие высокие результаты, чтобы что-то из себя выжить можно, я думаю. Для меня совершенно не сложно. Я занимаюсь легкой атлетикой уже 7 лет. Так что у меня уже есть три значка ГТО, и для меня это обыденность. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» существовал с 1931 по 1991 годы. В 2014 было принято решение о возрождении этого норматива. Современный комплекс ГТО содержит 18 ступеней в зависимости от возрастных групп, от детей 6-7 лет до мужчин и женщин старше 70. Для каждой возрастной группы разработаны свои нормативы. Россия – страна, регионы которой разделяют сотни и тысячи километров. Но на ВДНХ – от Чукотки до Петропавловска-Камчатского, от Владивостока до Москвы, от Мурманска до Калининграда, от Донецка до Ульяновска – всего несколько десятков метров. Под сводами 75-го павильона собраны главные достижения всех 89 регионов нашей бескрайней Родины. Международная выставка «Форум Россия» заработала 4 ноября и продлится до 12-го. За это время каждый посетитель ВДНХ непременно откроет для себя нечто новое и больше узнает о российских регионах. На прошлой неделе внимание было приковано к Ульяновской области. Как прошел день нашего региона? Ответы в специальном репортаже Артема Петрова. Ульяновск. ВДНХ. Россия. На ближайшие полгода это место, где регионы страны разделяют не сотни километров, а всего параметров. Площадка, на которой собраны главные достижения наших ученых, конструкторов и инженеров. Павильона, где можно путешествовать, вдохновляться и учиться. Сегодня ВДНХ олицетворяет всю Россию. Отбудите, Енисея, на гранищей километры Россия. Эстрадный балет «Экситон» с зажигательным танцем открывает День Ульяновской области. На выставке в форуме «Россия» дни регионов расписаны вплоть до конца этого года. Ежедневно субъекты огромной, сильной и невероятно красивой страны рассказывают о своих успехах и достижениях, о культуре и обычаях, о людях и о том, что мы ближе, чем кажется. Пензенская область сграничена с Ульяновской не только на географической карте России, но и на выставке достижений нашей страны. Здесь сегодня как раз Дни регионов у Республики Мариэл и Ульяновской области. И, конечно, у стенда 73-го региона небывалый ажиотаж. Внимание гостей привлекает макет кабины самолета Ил-76 МД-90А, сделанный в натуральную величину. Внутри тоже все, как в настоящем лайнере. Международная выставка «Форум России» начала работать 4 ноября. За это время стенд Ульяновской области только по официальным подсчетам уже посетили 60 тысяч человек. Потрясающе. Сам залетел, все получается, спокойно, все хорошо. Представил, что я настоящий пилот. Среди гостей были и настоящие пилоты, которые не упустили возможность испытать в деле легендарный российский транспортник. К нам приходили пилоты и ребята, которые учатся в летном училище, включая Ульяновск, также Санкт-Петербурге. Они говорили, что ощущения практически те же самые. Но главное – это виды, которые открываются из кабины. Ил-76 летит над Ульяновской областью. Я уже успела прыгать над прекрасным таким городом, как Ульяновск. Это сцен, мне кажется, Ульяновский самый лучший на всей выставке ВДНХ. Управлять довольно сложновато, но очень яркие впечатления. Я лечу над рекой Волгой, само собой. Можем наблюдать ветряки там. В обычные дни большие начальники находятся за своего рода штурвалом министерств, ведомств и регионов. Но в день Ульяновской области даже чиновники не в силах устоять перед авиасимулятором. Ведь этот самолет олицетворяет регион, где небесные лайнеры ставят на крыло. И это штурвал, штурвал нашей крутой Ульяновской области. Один из гостей ульяновского стенда – Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ о родине Ленина знает действительно много. Глава думской фракции многократно отметил вклад региона в развитие российского самолетостроения. Модифицированный Ил-76, который производят на Авиастаре – машина, которая обладает поистине уникальным функционалом. Сейчас новая электроника, новое управление, но в целом машина сделана блестящей. Одна из лучших в мире. Вице-премьер Чернышенко на торжественном открытии Дня региона перечислил и другие успехи, которых добились в Ульяновской области. Перемены видны как из федерального центра, так и с высоты полета. Из окна кабины открывался замечательный вид на прекрасную панораму Ульяновска. Из иллюминаторов можно было увидеть промышленные, туристические, образовательные и спортивные центры, которые в последнее время так активно создаются в Ульяновской области. В авиационной столице России самолетостроение преподают едва ли не со школы, а с недавнего времени обучают управлять беспилотниками. На выставке России дают мастер-класс по пилотированию БПЛА. Главная суть, естественно, это получить базовые знания пилотирования, если такого желания есть. Могут поспрашивать у организаторов вопросы, интересующие беспилотную сферу, ну и просто полетать. А еще на стенде Ульяновской области можно поуправлять речным контейнеровозом. Необходимо задать скорость и рулевым колесом выбирать направление движения. Кстати, во время летнего сезона навигации вот таких контейнеровозов по Волге проходят десятки ежедневно. И вот как раз только что мы пересекли мост Президентский и движемся по направлению к мосту Императорскому. Среди ключевых направлений развития области лидирующие позиции занимает сфера промышленности. В регионе уже созданы десятки предприятий, аналогов которым нет не только в России, но и во всем мире. Отличительные черта региона – высокая концентрация организации в высокотехнологичной промышленности в виде машиностроения, автомобилей и авиастроений. Стенд региона знакомит нас с успехами Ульяновской области и в других сферах. На УАЗе производятся давно зарекомендовавшие себя серии внедорожников. И здесь есть научно-технический и туристический потенциал. Ульяновск продолжает развивать и новый логистический канал. Средняя Волга, Каспий, Персидский залив – составная часть международного транспортного коридора «Север-Юг», который позволит оживить торговлю по Волге. Ранее к проекту присоединились Татарстан, Чувашская республика и Пензенская область. На выставке в форуме «Россия» включился четвертый регион – «Мариэл». Логистический канал поможет предпринимателям осуществлять торговлю без посредников. Уже проведены первые продные поставки. «Мариэль» входит в наш проект логистического маршрута «Средняя Волга», «Каспийское море», «Персидский залив». В ближайшее время уже будет отправлена первая партия сборных грузов. Не только это будет продукция, произведенная в Ульяновской области, но и продукция, которая произведена в соседних регионах. Перед Ульяновским самолетостроительным заводом стоит важная государственная задача – необходимо наращивать объемы выпуска новых лайнеров. Для этого «Авиастару» нужны дополнительные кадровые ресурсы. Привлекать людей на производство планируют собственным жилым комплексом. Соглашение о намерении его построить подписано на площадках международной выставки форума «Россия». Есть большая задача по увеличению выпуска, по кратному увеличению выпуска этой продукции. Поэтому необходимо создавать для работающих на этих предприятиях максимально комфортные условия и с точки зрения величной заработной платы, и с точки зрения предоставления жилья. Мы спускаем пилотный проект по строительству жилого комплекса для наших сотрудников, для тех сотрудников, которые уже сегодня с нами, и тех сотрудников, которые мы планируем привлечь и приглашаем на работу. Новое соглашение регион заключил из группы «Солерс». Документ направлен на поддержку реализации проекта по производству компонентов систем безопасности. Только на первом этапе инвестиции компании составят полтора миллиарда рублей. Также предусмотрено создание не менее 200 новых рабочих мест для жителей региона. Уникальный проект для российского автопрома, в первую очередь, с точки зрения уровня локализации компонентов, которые мы собираемся производить. Мы собираемся производить подушки безопасности, рули, мы собираемся производить электронные системы управления, системы безопасности и ремни безопасности. Уровень локализации будет очень высокий, включая локализацию магниевых сплавов, кто еще до этого никогда в России не делал. От фонда развития промышленности Ульяновский ДАЗ получит больше трех миллиардов на развитие производства автокомпонентов. Льготный займ позволит локализовать производство основных деталей и узлов подвески и шасси для легковых автомобилей, среди которых даже модели на электротяге. В рамках проекта предполагается производство комплектующих для наших больших автопроизводителей. Это АвтоВАЗ, это воссозданный завод «Москвич». И для еще одного проекта, который, кстати, тоже поддержан фондом развития промышленности, это проект «Атом», электромобиль, который реализуется КАМАЗом. На сегодняшний день с автопроизводителей, в общем-то, одной из составляющих успеха является логистика. И когда мы производители комплектующих приближаем к производству, это плюсы, естественно, удешевления продукции и импортозамещения, в общем-то, санкционно устойчивые дела. А на площадке Министерства труда России всех желающих обучили искусству росписи пряников, которые готовят в ТОС «Мостовая Слобода». Свежие и вкусные пекли буквально за два дня до поиски, чтобы успеть покрыть лазурью. А еще ульяновские тосовцы пекут хлеб для тех, кому нужна особая поддержка. «Десять пекарей на сегодняшний день выпекают хлеб, хлебобулочные изделия и радуют этим хлебобулочными изделиями многодетных, малообеспеченных, членов семи участников СВО». Внимание гостей ВДНХ к себе привлекли и ульяновские модельеры. Свои коллекции в рамках показа представили производители одежды и аксессуаров. «Здесь люди с удивлением узнают, что уникальные вещи по красоте, по качеству, все это российское». Продукции ульяновских кутюрье успешно реализуются в Москве, Санкт-Петербурге и в других российских городах. А благодаря региональной поддержке дизайнеры могут продвигать свои творения в мультибрендовом бутике. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которое реализуется по инициативе президента России. «У нас произошел реальный скачок, и на смену многим пробежным брендам пришли российские». А на международной выставке «Россия» на Ульяновской области удивляет своими товарами. Всего презентовано 15 уникальных изделий и ручной работы. Все они связаны с историей и культурой Симбирского края. Например, среди сувенирной продукции особый ажиотаж вызывает кепка Ильича. Также на ярмарке представлена балалайка с кузоватовской росписью. Здесь же каждый смог узнать секрет создания этого исконно-русского инструмента. Получается, балалайка состоит из вот таких вот лепестков. Это называется клепки. Я думаю, что пришел сам термин из бандарного дела, то есть когда мастер собирает бочку из клепок. То есть они по принципу бочки друг к другу пристругиваются и собираются в этих нецелах. Производство балалайек в Ульяновской области актуально и сегодня. Над их созданием работает целая мануфактура. А благодаря фестивалю «Балалайка-2.0» на выставке-форуме «Россия» для многих этот инструмент открылся с новой стороны. Господи, спаси, Боже, сохрани, скажи, ведет Филермантовский проспект. Балтийские станции. Девятый час вечера на ВДНХ под аккомпанементы «Балалайки». Начинается настоящая дискотека. Участники выставки «Россия» пускаются в пляс ручек под аккомпанементы народного инструмента. А после зажигательных танцев горящие глаза, неподдельные эмоции и главные пожелания каждому, кто до 12 апреля еще успеет посетить главную выставку достижений нашей страны. Это было замечательно. Огромное вам спасибо и всем огромного хорошего настроения на этом форуме «Россия». Артем Петров и Михаил Державин. Вести Ульяновск. Москва. ВДНХ. Россия. И на этом выпуск программы «Вести Ульяновск» на канале «Россия-24» подошел к концу. С вами была Ксения Грещенко. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный слабый. Температуру воздуха ночью по области от 12 до 17, в Ульяновске от 12 до 14 градусов мороза. Завтра днем по области минус 8, минус 13, в Ульяновске минус 8, 10 градусов. Дальше какие задачи? Это я вам скажу отдельно, когда камера будет выключена. Куда идти и что делать? Вот порекомендовали только что не читать никогда американские газеты. Воевать сразу и с российским прям. Чушь, конечно. Как много времени вы уделяете ходу специальной военной операции? С этого начинается день и этим заканчивается. Первое, что мне сказали, у нас таких много. Буряты не бегут. На вертолетном борту номер один. Мы узнаем об этом первыми. Александр Григорьевич, снова здравствуйте. Пустите его, пято. Нет тех сил, которые его могли удержать. Вы здесь, наверное, первые, кто это показывает. Паша, ты это снимаешь? Паша, привет. Здравствуйте. Селик, как ты заняешься? Да. Научились вы у этого, Паша-то. Чего ты взгляешь? Вот взгляну. От первого лица. Вы мне просто скажите, что и где происходит. Тех 3.30 ночи. Конечно, у меня всегда должен быть на связи. Москва, Кремль, Путин. Снова мы увидим, покажем больше остальных. Спасибо большое. Заходите еще. В воскресенье в 22.00 на канале Россия. Мы собрали в первую группу около 10 человек. Были короткие звонки. Мы едем в Донецк. Ты с нами? Да? Да, когда? Прибегают мои бойцы. Они меня понесли. Начался еще один обстрел. Они меня положили, легли на меня сверху. Одна пуля до сих пор находится во мне. Это, скажем так, мой трофей. У нас тогда был голод. А тут идет бабушка. Сама голодная, но она несет эту группу приюты. Говорит, деточка, покорми собачка. Протянуть руку помощи. Мы с Ольгой приняли решение, что нужно ребят взять к себе. У меня люди такие попались, небезразличные. Поддержать словом. Здравствуй, дорогой солдат. И делом. Без вашей помощи вы бы не выжили. Могут только наши. Честь и хвала вам. То, что вы делаете, это просто потрясающе. С понедельника по четверг в 15.00 на канале Россия. Выходи за меня. Это очень неожиданно. Неужели? Кино по выходным. Дэн, я тебя очень люблю. Судя по разговору, она с ним в очень близких отношениях. Даже в очень близких. Ты беременна? Ребенок нет. Романа от Дэна. Я в это не верю. Они взяли у меня кровь и сделали тест. Четвертое отрицательное. Премьера в субботу в 21.00 на канале Россия. Тайны следствия снова с нами. Сегодня. Конечно, в 21.20 на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин